здравствуйте уважаемые садоводы огородники я очень рад приветствовать вас на канале про цветок меня зовут русских иван и поговорю я сегодня с вами на тему борьбы с фитофторой различными экзотическими препаратами аптечными препаратами интернет и последнее время и еще до появления интернета кишел сведениями кишит сведениями о том что различные аптечные препараты хорошо действуют против фитофторы и различных заболеваний томат поскольку является он весьма популярным сельскохозяйственным растением сладкий перец острый перец баклажан картофель они обладают как такими одинаковыми или по крайней мере очень похожими возбудителями болезни и в отношении них блогеры предлагают какие-то совершенно невероятные рецепты борьбы с болезнями молоко с йодом с перекисью с мочевиной с йодом с зеленкой бог знает с марганцовкой все это смешивается в кучу или там развешивается йод в баночках или зеленкой там пырскают можно увидеть заголовки зеленка спаситель вашего сада делайте только так и фитофторы у вас никогда не будет баночки с йодом развесили ну бог знает чего и сколько среди этого многообразия методов борьбы с фитофторы меня также очень заинтересовал еще один это использование такого средства как метронидозол мы с него с вами и начнем прежде чем я начну останавливаться на каждом препарате который я испытал я скажу что тест объектом у меня был возбудитель фитофтороза томата я его имею в чистой культуре вот это вот различные чашки с фитофторозом вот здесь вот контрольная чашечка вот здесь можно видеть вот возбудителя фитофтороза фитофтора фитофтора инфестанс такой то ли грипп но на самом деле не гриппа скорее простейшие ученые говорят что это такая недоводоросль поэтому бороться с ним с этим возбудителем достаточно сложно но все-таки можно как мне кажется поверье о том что метронидозол способствует уничтожению фитофторы связано с похожестью название аптечного препарата метронидозола трихопола с названием гриба триходермы вот у меня здесь есть чашечка вот здесь триходерма выросла на чашке а здесь вот вверху была посеяна фитофтора фитофтора разлась разрослась и в конце концов погибла посерела потемнела она совершенно не жизнеспособная триходерма ее придушила прибила и заняла все пространство для жизни поэтому фито где есть триходерма там фитофторе места нету соответственно триху дерма триху пол для несведущих людей вот это слово трихос а трихос означает волос она вероятно их смутило и на самом деле как бы странно это не казалось это правда потому что очень многие наши зрители задавали мне вопросы а где купить можно триходерму и тут же многие отвечали что можно купить в аптеке но они искренне верили в то что триходерма и трихопол это одно и то же и все кто использует трихопол но это в общем то же самое что и триходерма и можно таблетку положить питательный раствор и там триходерма это вырастет из таблетки трихопола это не вина конечно простых людей это беда тех кто может транслировать неверную такую ложную информацию на широкий круг пользователей и не разъясняет все-таки какие-то моменты и нюансы кроме того возможно метронидозол вот так ложный использовался против фитофторы я уже забегаю вперед и уже говорю что ложно и так далее сейчас вы поймете почему вот это слово зол дело в том что это составляющая метронидозол производная имидозола и имидозол входит в состав или является молекулой имидозола производным для многих-многих-многих средств защиты растений триазолы там и так далее ну большая наверное часть пестицидов большая часть средств защиты растений их химическое вещество заканчивается или содержит в своем составе вот это слово зол и кому-то триазол метронидозол это все одно и то же значит можно использовать значит будет действовать где-то кто-то один сказал потом разнеслись на гре 25 лет назад еще слышал про такой вот нет одним словом я не зря обложился тут чашками вокруг дело в том что я все-таки решил на 150 процентов проверить во всех разных вариантах играл составами сред с концентрациями но представьте 1 2 таблеточки назначаются на 90 килограмм живого веса человека например и конечно этот метронидозол может в разных концентрациях накапливаться в разных жидкостях и частях тела но все равно эта концентрация очень небольшая действующие поэтому скажем 1 таблетка на ведро воды это гораздо больше чем 2 таблетки на 90 килограмм веса человека но я попробовал и пол таблетки на ведро и две таблетки и 10 таблеток и 20 таблеток на ведро воды вот такие концентрации попробовал порастить всю вот эту вот фитофтору на таких концентрациях метронидозола в общем что я вам хочу сказать в определенной степени в некоторых вариантах фитофтора на метронидозоле росла даже лучше чем на питательной среде я уж не знаю почему что может быть какие-то составляющие таблетки там крахмала дополнительное количество было то же чем больше была концентрация метронидозола тем лучше росла фитофтора ну может быть просто потому что она действительно хорошо кушает крахмал и поскольку состав таблетки входит крахмал сюда дополнительные дозы крахмала вносились и она поэтому здесь хорошо нарастала и росла одним словом много я сделал экспериментов много провел опытов не работает этот метод категорически не работает не работает он не от фитофторы и как и можно было полагать не работает этот метод от других грибов потому что в принципе это вещество на грибы не действует ну в общем и ожиданно было что другие грибы растут там прекрасно все это зарастают эти чашки на присутствие метронидозола никакого толка нет поэтому я хочу сказать еще больше настоящее время особенно в англоязычной литературе встречаются сведения о фитотоксическом действии метронидозола связано это с тем что метронидозол широко используется в том числе в ветеринарии и когда вот эти животноводческие стоки органические удобрения после животных которым давали высокие дозы различных антибиотиков и антибактериальных антипаразитарных средств в том числе метронидозол попадают в поля то там вот эти вещества постепенно накапливаются концентрируются и ну например есть достаточно свежая публикация как метронидозол содержащийся в животноводческих стоках отрицательно влияет на растение сои выращиваемые вот на присутствие таких вот стоков то есть даже очень небольшие дозы ну то есть можно себе представить какие небольшие дозы метронидозола попадают в окружающую среду это они уже способны оказывать фитотоксическое действие на растение поэтому не травите растение не травите себя используйте нормальные цивилизованные доказанные методы борьбы с фитофторой следующее вещество с которым я хочу вас познакомить его эффектом действия на фитофтору это зеленка вот я вам покажу как в концентрации полстакана зеленки на ведро воды вот такой вот аптечный зеленки такого аптечного стандартного раствора как замечательно фитофтора растет на этой зеленке поэтому уважаемые блогеры перестаньте транслировать этот бред что зеленка как-то помогает сдержать грибные болезни фитофтору вот бактерии как замечательно живут на зеленке некоторые бактерии просто ее разрушают а некоторые бактерии даже способны поглощать зеленку накапливать ее внутри клеток никак это отрицательно не действуют на этих бактерий они окрашиваются колонии в зеленый цвет это фитопатогенные бактерии и они прекрасно живут прекрасно растут поэтому не против бактериальных болезней зеленка не действует ни против грибных бактерий зеленка не действует ни против фитофторы зеленка не действует она не действует в концентрации но максимальная которую я испытал это полстакана на ведро воды но никому не придет в голову прыскать такими высокими концентрациями зеленки поэтому ну разве что можно смачивать не может не мог можно было бы смачивать ватку нормальным стандартном спиртовом растворе зеленки и промазывать какие-то зоны поражения с тем чтобы вот этот очень сильный концентрированный раствор зеленки который признан фармацевтами как антисептический как действительно действующий вот им там что-то можно смазывать как-то дезинфицировать но это в растениеводстве это ненадежно потому что зеленка бриллиантовый зеленый очень легко разрушается на подсветом под действием света поэтому действие его будет крайне непродолжительно это будет неэффективно параллельно будут убиваться и клетки растения то есть растение тоже будет повреждаться будут открываться ворота другим инфекциям и в общем ничего хорошего из этого не получится в то же время когда он мы делали ролик про протравливание семян мы рекомендовали там чайную ложечку зеленки на 100 миллилитров воды развести замочить там семена и там есть так сказать поверхностная дезинфекция но там есть нюансик дело в том что а мы делаем хорошую экспозицию в темноте б оболочка семян способна аккумулировать накапливать высокие концентрации бриллиантового зеленого она прокрашивается она сохраняет эти концентрации в том числе при посеве потом в землю в темноту поэтому этот метод в общем-то от него отказываться нельзя его нужно оставить себе на заметочку там зеленка пусть не жестко но все-таки действует она не очень жестко действует на возбудителей болезней но и не жестко действует на сами семена они прорастают очень хорошо после обработки зеленки здесь этот нюансик надо не упустить и ну вот в общем помнить что есть такой момент следующий метод это йод куда только йод не капает в какие рецептуры только его не кладут и что какие чудеса только от воздействия йода не обещают что я вам хочу сказать испытывал я массу бактерий на чувствительность к разумным концентрациям йода ну какая разумная ну сколько вот такой пупсик 10 миллилитров ну например 10 таких флаконов то есть 100 миллилитров йодного спиртового раствора на ведро воды вот например такая концентрацию но я испытывал даже и больше не действует йод но не действует вот фитофтора вот она как прикро вот здесь среда которая содержит крахмал соответственно йод прокрасил крахмал и то же самое происходит на растениях листья содержат крахмал точно также йод будет взаимодействовать с крахмалом листьев с чем угодно он там будет взаимодействовать в присутствии органики точно также связываться и прекрасно растет этот гриб но не действуют эти ну разумные концентрации йоду то есть если вы возьмете опять же трунди возьмете туда спиртовую настойку йода у которой доказанный эффект антисептический эффект вот в этой концентрации и помажете там срез дерева или зону повреждения фитофторы ватки пройдете их все то конечно там фитофтора какие-то грибочки погибнут но во первых это нереально все растение просто умрет потому что и от спирта и от действия этого йода она просто погибнет ну а что касается вот таких разумных концентраций там полстакана водного раствора спиртового раствора йода на ведро воды не работают такие концентрации что касается метода вот этого подвешивать бутылочки в теплице и значит они защищают от фитофторы что я могу вам по этому поводу сказать понимаете когда в полной мере обеспечены все агротехнические мероприятия и посажено и полито и подкормлена и обработана и внекорневые подкормки и температурный режим и своевременное проветривание и своевременное посынкование и своевременное там все 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 мероприятия то вот такая подвешенная бутылочка это просто амулеты понимаете можно бутылочку подвесить можно еще что-то подвесить это ну нормальный эксперимент это когда одна теплица с йодом а вторая без йода и в ней все одинаково делается и в одной болеет во второй не болеет это серия эксперимента вот в таком случае действительно можно сказать о том что йодом эти подвешенные бутылочки как-то действует но будьте разумными ведь вы же проветриваете эти теплицы ведь вы обеспечиваете циркуляцию воздуха ну значит у вас даже если пары йода там какие-то микроскопические образовались в теплице значит в одну форточку влетела из другой вылетела проветрилась и и все и нету там этого йода да и и не будет его там если вы только не начнете его там поливать разогревать пускать эти пары йода так у вас и поликарбонат разрушится и и и теплица разрушится и металлоконструкция разрушится и растения помрут потому что такая высокая концентрация йода будет что просто будет обжигающая если обеспечивать там йодом какую-то дезинфекцию это как говорится эти если руки растут из нужного места а это не какие-то упреки до тем у кого что-то не получается это просто такое образное выражение соблюдение всех разумных агротехнических приемов выращивания растений вот если нормально у человека все получается то ему можно вешать йод можно не вешать можно там что чем-то там прыскать молоком можно не прыскать понять там все равно не будет этой фитофтуру потому что все остальное сделано так хорошо чтобы ее там не было что уже эти бутылочки никакого эффекта не оказывают то же самое люди не транслируйте вы этот метод и и перестаньте вы верить какие-то чудеса да что йод каким-то образом влияет на эту фитофтору и и прыскать там 10 капель йода на ведро воды попрыскать растения никогда фитофтора не будет или бутылочки развесить не в бутылочках там дело не в бутылочках дело совершенно с отдела совершенно в чем-то другом кроме того я уж заодно испытал такой препарат как хлоргексидинобеглюконат значит хлоргексидинобеглюконат хороший известный дезинфектант и им вот неразбавленным раствором очень хорошо обрабатывать семена до посева он очень хорошо дезинфицирует просто сносит всю микрофлору с поверхности семян и убирает там все 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 и спор образующие и не спор образующие всякое вот в концентрации сто процентов такого вот раствора ну не хлоргексидина вот чистый аптечный раствор стопроцентный он фитофтору подавляет на чашки она не растет но в концентрации 1 10 то есть вот такие 100 миллилитров вот этого раствора и довести до литра водой обыкновенной этот раствор уже не работает то есть но я ни в коей мере не призываю вас брать вот этот аптечный препарат и прыскать им ваши томаты это какое-то безумие ну может быть локально какие-то зоны повреждения если вот вы видите точно вот вас где-то зоны повреждения есть но вы там можете как-то помазать может быть трундиком неразбавленным раствором может быть как-то попшикать но тоже надо понимать что ведь на чашке петри условия с точки зрения добавления туда каких-то дезинфектантов гораздо более жесткие чем если речь идет о нанесении на растений ведь вы наносите раствор определенной концентрации на растение и если рассчитать ту концентрацию которая получается в целом на массу всего растения то эта концентрация во много раз уменьшается даже с учетом испарения воды с которой вместе препарат был нанесен на растение то есть смотрите вот здесь вот у меня ведь если вы будете добавлять вот такой раствор прыскать им ведь это только на поверхности листа будет этот раствор а у меня здесь в толще всей среды то есть как будто бы это количество зеленки содержало все растение томата ну к примеру или картофель или чего-то еще то есть здесь условия гораздо более жестки чем вы можете создать у себя в теплице поэтому ну может может быть какие-то маленькие зоны повреждений где-то точечно смазать что-то можно если кому-то охота с этим возиться но вообще я не призываю использовать такие жесткие препараты для тотальной обработки например всех растений во первых и он обладает фитотоксическим действием то есть он прижимает вот растущие активно растущие растения он прижимает и и они в общем не так хорошо растут как если без него это есть у нас тоже опыт и мы проводили как то есть можно ли проращивать в хлоргексиде нельзя проращивать можно только обрабатывать семена поверхностно поэтому это ну метод такой такой сомнительный понять какой-то скорой помощи не не советую параллельно я провел также эксперименты по оценке эффективности фурцелина стриптоцида такого противогрибкового препарата как флуканозол в разумных концентрациях если его добавлять ну например одна капсула флуканозола в максимальной аптечной концентрации на на ведро воды не действуют эти препараты вообще не действует ни фурцелин не стриптоцит не флуканозол не действуют на фитофтуру в то же время чашечные эксперименты мы закладывали не один раз по оценке того же куркумина куркуминоидов к цельной куркумы хорошо действует в тех концентрациях которые мы рекомендуем вам в наших роликах у нас есть ролик про использование куркуминоидов куркумы для борьбы светофторы прижимает действует вплоть до полного отсутствия роста подытожу результаты нашего эксперимента фильтруйте информацию которая к вам приходит через интернет ищите разумную информацию не пользуйтесь слепо понимаете даже если вам показывают оглаживают какие-то крупные красивые помидорики и говорят вот я тут что-то такое вот зеленкой попрыскал и и попрыскала все у меня здесь прекрасно ерунда это все чушь пользуйтесь обоснованной информации ищите механизмы спрашивать у блогера а почему так происходит если он может вам ответить если он может вам дать какие-то ссылки на статьи на механизмы на на какие-то обоснования пользуйтесь если блогер не в состоянии вам объяснить механизмы если он основывает свои доводы только на эмпирическом опыте эмпирический опыт хорош кто бы спорил эмпирический опыт с него начинается научное исследование вот что-то у кого-то получилось да это надо исследовать не вышло значит надо смотреть почему там получилось так а в опытах по-другому значит там есть какие-то другие факторы и импери поэтому эмпирический опыт хорош но его все-таки надо фильтровать выращивайте свои растения здоровыми не травите себя и свои растения какими-то сомнительными препаратами с точки зрения защиты растений такими как метронидозол зеленка ничего хорошего не будет если вы начнете потреблять их в пищу вреда растений зеленкой может вы не нанесете но все-таки потребление в пищу продуктов распада зеленки самой зеленки ничего хорошего вам не несут а главное вам нельзя упустить время профилактических обработок нельзя упустить время нормальной цивилизованной обоснованной борьбы с болезнями растений особенно такими агрессивными как ладоспариоз как фузариоз как фитофтороз безусловно и многими другими а вот насколько эффективны биологические методы борьбы ну вот риха дерму я вам показал покажу еще потом другие препараты испытаю на эффективность против фитофторы мы с вами поговорим в другом ролике всего хорошего сейчас маленький бонус снимаю с рук не очень удобно вот это одна из моих экспериментальных теплиц здесь в теплице есть одно растение которое специально заражено фитофторой для инфекционного фона вот смотрите здесь такие явные типичные повреждения видео таких бурых пятен на стеблях на цветоносах видите на листьях это типично фитофтора можно заметить что соседние растения абсолютно не поражены не обладают никакими даже признаками фитофтороза как собственно говоря и все растения соседствующие здесь рядом вот уже завязи там кое-какие появляются хочу продемонстрировать работу триходермы вот это растение неделю назад было обработано больное триходермой а все остальные растения обрабатывались триходермой более-менее регулярно примерно раз 7 или в 14 дней вот даже у этого больного растения идет сейчас активный рост восстановление роста образования цветочных кистей вот здесь вот и совершенно нет никаких признаков инфекции вот у этих соседних растений вот здесь вот эти белые пятна кто-то может сказать что они похожи на мучнистую росу никакая это не мучнистая роса это триходерма внесенная вместе с раствором дрожжей 100 грамм сырых дрожжей на 10 литров воды вот она здесь может быть будет видно как она на листе расселяется вот эти вот капельки дрожжей являются хорошей подпиткой хорошим питанием для триходермы одновременно одновременно стимулируют рост растений и они остаются крепкими здоровыми то есть даже при условии наличия такого напряженного специально даже созданного инфекционного фона триходерма держит очень хорошо фитофтору и в теплице она не развивается